Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Всем большой привет! Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии По традиции Роман Шахов, Александра Хайрулина И по традиции программа Концертный зал Мы очень рады, потому что сегодняшний концертный зал Имени проекта Вива Акустика Друзья, приветствуем! Юрий Мехков, Юр, добрый вечер! Здравствуйте, Юрий! Добрый вечер! И Сергей Полон, здесь все и еще команда Сразу же просим представить всех-всех-всех Сегодня мы выступаем в составе расширенном Так У нас есть бас-гитарист Сергей Слободин Сергей, добрый вечер! Добрый вечер! Рад приветствовать вас! Замечательный музыкант, мы с ним сотрудничаем В последнее время успешно Нам будет помогать сегодня Игорь Стотланд-барабаны Добрый вечер, Игорь! Здравствуйте, Игорь! Мы с Игорем работали в разных проектах И поэтому, если у меня есть возможность, я всегда его приглашаю Он замечательный музыкант Мы очень рады, что случилось это и во время нашей встречи Вот, и вот, собственно, с чего все начиналось Мы с Сергеем сначала играли дуэт Дуэтом Все переиграли Да, виво-акустика это называлось А сейчас, ну, такой виво-акустика-проджект Он немножко расширенный У нас есть еще музыканты, которые с нами сотрудничают Причем абсолютно разные Абсолютно разные Это может быть и контрабас, да, музыкальный инструмент И скрипачи И скрипачи И духовики, и солисты, аккордеалисты И даже вокалисты Вокалисты, да Периодически появляются тоже в проекте виво-акустика Вот, собственно, я так вкратце рассказал, кто мы такие Очень-очень-очень-очень вкратце, да Но надо сказать, что вы, Сергей, вместе виртуозы-гитаристы Мастера с большой буквы И проекту три года Вот это, я думаю, тоже важно сказать Ну, собственно, да, приблизительно так Мы чуть раньше начали этим заниматься Но три года уже мы так плотно работаем Есть пластинка у вас? Да, у нас есть Мы записали диск Два года назад тому Даже Я потом расскажу Хорошо, хорошо там что-то заготовлено Два года назад мы записали пластинку Собственно, пригласили всех наших друзей на запись И вышел такой диск Он называется Welcome Abort И Vivo-акустика and Friends Ну, что очень понятно по делу Да, и мы что-то даже сегодня, я думаю, сыграем из этой пластинки Замечательно Обязательно И вообще, я думаю, что может, пора еще сыграть нам Нужно сыграть? Конечно Разумеется, друзья Проект Vivo-акустика Концертный зал Вынимаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 того, что они делают. Я думаю, что у нас это получается. Прекрасно. Это правда. Мы подтверждаем. Да, да, да. А репертуар, собственно, мы играем то, что нам нравится. Это прежде всего. Какие вы молодцы. Правда. Мода не мода, формат не формат. Нет, нет. Тем более, что вообще инструментальная музыка, я думаю, что она интересна немногим людям. Вот почему, как кажется вам, Юр? Нет, может быть, какой-то смысловой нагрузки. Текст, как песни. Это же прекрасно. Сам себе напеваешь, что хочешь. Да. Поэтому... Поэтому, в общем, вы популяризируете инструментальную музыку. Мы, видите, тоже, благодаря вашему визиту к нам, мы тоже решили популяризировать и инструментальную музыку в том числе. Ну, несколько слов. Давайте про ваш дебютный альбом и про тот альбом, над которым ведется работа. Ну, наш дебютный альбом. Сейчас я покажу. Да, покажите. Будьте добры, пожалуйста. Там целая, кстати, стопочка. Это подарки, наверное. Надеюсь. Как я люблю подарочки. Музыка и самолеты, Александра. Да. Мы перенеслись немножко в Бонина, видимо. Здесь мы наблюдаем, значит, Юрия и Сергея. Мы вас узнали. Мы вас узнали. Андрей Зенов со своей супругой Евгения. Они отрисовали всю вот эту вот историю по реальным экспонатам музея авиации, который в Монине. Ну, я вижу, да, вот в Монине на входе стоит вот этот вертолет. Да, потому что, собственно, мы с Серегой из Монина. Ага. Да, да, да. Вот как раз я читаю, да. И осторожно. Да. И вообще-то... Из Монина здесь родилась малая родина. Наши родители, жили деды. Они авиаторы. Вот, да, какая интересная история всплывает как раз. Да, у нас все наши родственники так или иначе причастны к авиации. Какие вы умницы. И мы, собственно, взяли за основу оформления вот эту вот историю, потому что сейчас музей находится в совершенно вообще плачевом состоянии. Его все время хотят разрушить, перевезти там в парк Патриотов. Магазин открыть в нем, может быть, как-то там, да. Все время происходит какие-то... Он большой, его перевозить сложно, конечно. Да, если перевозить, это практически потерять все, что там... Ну, большую часть. По поводу песен, здесь произведение. Да, композиции, которые сюда вошли и чем будет отличаться новый альбом? Да. Значит, этот альбом мы записали уже в 16-м году. А сейчас мы приступили к записи следующего альбома. Мы пошли по такому пути. Мы сначала эти вещи играем какое-то время и потом тестируете. То есть, смотрите реакцию публики, друзей, знакомых, зрителей. И, конечно же... Если сидят, едят при этом, как бы, в телефонах, то не надо, альбом не будем брать. И, конечно же, уже, видимо, пришло то время, когда мы можем что-то свое уже записать на этот альбом. Авторские композиции. Потому что в первом альбоме мы, конечно, использовали такой репертуар, классический фингерстайловый репертуар. Ой, поговорим, это отдельная такая тема. Мы прям поговорим с вами чуть позже, вот, чуточку, да. Да. И, собственно, что мы можем что-то сыграть еще время? А что же все-таки в новом альбоме принципиально другое, отличное от первого? Во-первых, новый альбом, он... Уже авторский материал. Уже будет, да, включая себя авторский материал. Кто композитором является? Ну, мы совместно все это делаем. Сергей, вдвоем? Да. Молодцы. Ну, так... По такту? Или как? Кто-то что-то придумал, да, какие-то идеи, анжировки сделали. А вы сегодня нас порадуете тоже авторским каким-то материалом? Ну, конечно. Замечательно. Есть и такая возможность нам представилась. Да, здорово. То есть, альбом еще не вышел, а мы уже что-то... Ну, это вообще эксклюзивная премьера будет у нас в эфире. Это замечательно. Вот. И вообще, вот, написание музыки, это же такая вещь, она... Нужны какие-то эмоции, чтобы вот что-то случилось или там что-то произошло. Такое, о чем хотелось бы рассказать. Что будоражит, скажите, Юрий? Вот, например, на репетиции какая-нибудь сыгралась что-то музыкальная фразовая «О, вот это надо зафиксировать». это уже такие рабочие моменты. Важно придумать саму тему и потом делать саленджировку. Но чтобы придумать эту тему, нужно, чтобы что-то произошло. Вот у меня, например, на меня действуют всякие вот мои путешествия, где-то я бываю там. Вот. И это вот как-то откладывается сначала в памяти, а потом всплывает и вот что-то хочется вспомнить. гармонии, музыки, мелодии. Куда лучше всего путешествовать? Вот так вот. Лучше всего путешествовать вообще. Вообще. Прекрасный ответ. Главное, что короткий, потому что нам нужно переходить к следующей композиции. Что это будет? Это будет вальс. Вальс такой, но есть такой стиль «мануш». Это бельгийский гитарист цыгань, скрипачи. Они играют такую музыку. Вот. И есть выдающийся гитарист, который работает в этом направлении. Да, который написал собственно этот вальс, Сергей скажет. Кто он написал? Лагрем. Да. Лагрем, да. Это французский еще не выучил, как следовательно. Да, Лагрем. Ничего, да. Мы тоже подзабыли. Ну, вообще как бы таким законодателем что ли этой музыки был Джанго Рейнхарда такой известный. Да. Мы сейчас сыграем нашу версию этого вальса. У нас вообще все аранжировки наши. Молодцы. Мы не снимаем вот так вот, как кто-то. Копию, точно. Копию, да. Ну, тему играем и дальше придумываем. Да? Очень интересно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Stick Project в гостях у концертного зала Юрий Митков и мы сегодня слушаем замечательную музыку. Вот мне кажется, Саш, если бы... Какой бы вальс чудесный. Если был бы такой термин гитарная медитация... Да, я себя тоже на это же самое мысль поймала. Надо вводить, если его еще никто не придумал. Дорогие друзья, расскажите нам, пожалуйста, про... Fingerstyle. Потому что, ну, вы же являетесь... Мы неделю учили, да. Ну, первыми лицами, которые владеют этой техникой. Ну, как-то так сформулировалось. В нашей студии, хорошо, давайте так. В вашей студии. Собственно, с чего все началось? Началось с того, что я услышал, как играет Томми Эммануэль давно, еще лет 10-12 назад. Это выдающийся человек, просто невероятный. Если вот нужна мотивация, чтобы овладеть гитарой или просто вот чему-то научиться, надо посмотреть видео. Фанат гитары, в общем. Ну, вот, любому человеку, вот любой человек захочет научиться. Я вам обещаю, если вот посмотреть. Вот я увидел, захотел. Ну, я давно играю, музыкант со стажем, но я никогда не играл на акустической гитаре так плотно. Вот. И, в общем, интересно мне это стало. Я стал изучать, что это такое и там копнул туда еще поглубже и выяснилось, что есть еще там музыка Чет Эдкинс, такой вот человек был, еще до него еще был Мерл Трэвис. Это все такие вот люди, которые основатели этого. Родоначальники. Отцы-основатели этого стиля. И стиль заключается в том, что вот этот большой палец, вот мы на него надеваем такой специальный медиатор. Так. И, ну, это можно и без него, кстати. Р-образный такой. Значит, и играем одновременно и бас, и аккомпанемент. Вот. И таким образом у нас вот эти пальцы остаются свободными, и мы добавляем какую-то мелодию. Ну, что-то такое. и если так вот это все изучить более досконально и привыкнуть это делать, то получается эффект, что ты вроде бы один играешь, а звучит как будто два человека. А если уж играть вдвоем, то как будто четыре. Мы сейчас вам сыграем кусочек, буквально вот первая песня, с которой, собственно, начался наш альбом. Ой, как интересно. Сейчас вдвоем Серега сыграет. Конечно. Конечно. Играет музыка. Виво Акустико! Виво Акустико! Браво! И фингер стайл! Фингер стайл, да. Но сколько пришлось учиться профессиональному музыканту этой технике? Ну, вообще, это дело непростое, надо сказать. А выглядит, знаете, так элементарно. Вот это, вот это самый, самый хороший комплимент, когда человек выглядит вот так легко-легко. А что за этим стоит, это уже другая история. Поэтому, если выглядит легко, значит, мы в цели. А вы же не только владеете хорошо или техникой, вы еще иногда даже мастер-классы проводите. Да, у нас бывает и мастер-классы, бывает, и вдвоем мы тоже выступаем иногда. Ну, мастер-класс, я хотела именно про это поговорить, каким образом они проводятся. То есть, вы сначала рассказываете некую историю, потом теорию, показываете что-то. как это делать, какие упражнения. Сначала, конечно, сыграть. Сыграть, конечно. Сначала нужно доказать, кто проводит мастер-классы. Да, а при этом люди в зале, они уже с гитарами сидят, это уже музыканты или? Ну, бывает и так. Или видеосъемка ведется, наверное, да, снимают и потом какие-то фишки там для себя. Есть какая-то техника на сегодняшний день, которую, может быть, вы уже, не говоря всем, тоже там постигаете и скоро выдадите? Это секрет, но не фронт. Да! Я же вот думаю, что меня так тянет задать этот вопрос? Слушай, это новый уровень гитарного джедая. Вот, мне кажется, куда-то еще там выше. Мне кажется, это теперь уже Юрий и Сергей будут родоначальниками какой-то техники. Можно постоянно заниматься, чтобы, ну, играть, вот такую вот историю надо. Сколько надо в час, в день часов минимум заниматься, чтобы быть в форме и чтобы повышать Ну, если пару часов позаниматься, то это будет хорошо. А по времени, Юрий, вот, например, человек, который, ну, чуть-чуть там знает какие-то аккорды и увидел, полюбил и хочет освоить эту технику. Фингерстайл. Год ему надо, ну, примерно. Люди же разные бывают, бывают талантливые. Бывают ленивые. Да, главное не рениться, вот ключ в чем. Чтобы это нравилось и тогда любой человек подошел к мосту, он уже ему перейдет. Я бы хотел бы, если меня слышал, слышал, добавить, Томи Эммануэль сказал как-то о том из интервью. Томи Эммануэль сказал в интервью. Томи Эммануэль сказал как-то о том из интервью. Ну, я только лет 30 сетев работаю. 30 лет, ребят, занимаемся по два часа в день минимум. И все. Там была такая история. Да, время есть еще. Битлз, там, Папурии, Элла и Мадонна, там несколько вещей. Ну, невероятно совершенно, там просто космически. А люди пишут, ну, где-то на Фейсбуке или там Ютубе, комментарии, что такое, я уже три месяца эту вещь учу, и никак не могу сыграть. Или там ему задают вопрос. Вот он как раз говорит, ребят, я до 30 лет только вот. Да, технику отрабатывал, то есть еще 30 лет, но к 2048-му, в принципе, мы освоим эту технику, если за переусловившись, то если прямо сейчас начнем заниматься. Но прямо сейчас у нас хорошенькая пауза. Пока вы ищите медиатор, да, хороший, мы сейчас сделаем паузу, после которой жарнемся. Продолжим программу. Реклама. Любишь кататься? Приезжай и катайся. Открытые трек-дни на автодроме Moscow Raceway. Профессиональная гоночная трасса, идеальное полотно и хитроумные повороты. Все это для автолюбителей с мая по октябрь. Подробности на сайте moscauraceway.ru 18+. Страна. ФМ. Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Но главное, друзья, Vivo Acoustica Project в гостях у страны ФМ Юрий Мехков и его коллектив. У нас сейчас музыкальный номер. Что это будет? Расскажите, Юрий. Это будет произведение, которое называется Tiger Rap. Написал Ник Ларока. Мы сейчас ее сделаем тоже в нашей интерпретации. Отлично. КОНЕЦ 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 Мне кажется, что прежде всего в своей жизни такие люди должны страховать пальцы. А я знаете, что хочу сказать? Как же сейчас наверняка гордилась и вся Российская Академия Музыки имени Гнесиных и, конечно же, Государственный Музыкальный Колледж и страны джазового искусства. Это те высшие учебные заведения, где учился Сергей Павлов. Я убеждена, что просто от гордости и восторга сейчас все сердца замерли у сотрудников и студентов эстрадного отделения Московского Государственного Института Культуры. Да? Правильно я имею в виду? Это как раз у васняком, который является Юрий Мехов. Ну, а я так полагаю, конечно, что у всех в коллективе... В общем, Саша, академики музыки у нас тут. Академики музыки, да. Это самое что ни на есть настоящее. Очень гитара Сергея подходит под... Извините уж, конечно, под наш интерьер. Да, оранжевый цвет. Очень красивая гитара. Это какая-то ведь особенная гитара. Немножко можно о ней... Только в микрофон, конечно, нужно, потому что мы так, Сереж, ничего не услышим. Какая-то особенная рок-н-ролльная гитара, Сереж, да? Такая классическая гитара, на которой играл Чет Аткинс. Называется Грэч 61-20. Вот такая традиционная. Чака Берри, может, что-нибудь такое. Очень красиво. Сейчас многие выступают на таких. Допустим, Брайн Сетсер сейчас на таких же гитарах. А, ну да, он до нас был как раз позавчера выступал, да. По поводу стиля фингер-стайл. Вот насколько он в музыкантской среде сейчас популярен? В российской? Скажешь, в российской фестивальной среде, да? Да, конечно, в российской. Проводятся ли фестивали, может быть, какие-то слеты, музыкантские джемы? Вот как это вообще сейчас в культуру музыкантов вошло? Плотно или это еще новинка? Ну, вообще стиль фингер-стайл очень популярен. Мы как раз играем в таком классическом его варианте. А сейчас многие гитаристы придумывают просто какие-то невероятные чудеса. Ну, просто... Ну, например, что это? В какую сторону? Ну, используют гитару, как можно в интернете, на ютубе посмотреть. И как инструмент... Ударный. Ударный. И колки крутят, и чего-то там... По ходу пьесы при этом, да, произведениях? Да, вот эти вот все дела. Мы такой техникой не владеем. Вот. Потому что... Потому что, на наш взгляд, это... Можно сыграть один-два номера концертных. Вот так. А отработать час-полтора? Да, поймут, что... Да, это что-то невероятное. А вот именно адаптировать какие-то произведения к этому невозможно. А вот то, что мы делаем, это... Ну, просто... Если это осмыслить, как следует понять, что нужно делать, можно взять любую песню и сыграть ее в этой технике. Вот в чем фишка. Это все. Вот если вспомнишь, сыграй, иду, шагаю по Москве, как раз... Ну, кусочек просто... Маленький, пожалуйста. В технике фингерстайл, да? Да. Ну, и так далее. Слышите, это прикольно. Очень прикольно. Красиво. А вот теперь прям явная разница слышна, конечно. Да. То есть... Да. Получается, что мы как бы играем бас за... Да, да. за ритмическую какую-то там структуру, да? И мелодия одновременно. То есть вот это вот... Он так называется бумчик в простонародье. Бумчик. Вот. Вот, собственно, мы этим занимаемся. А люди многие изобретают и там есть масса всяких перестроений. Вот строй гитары можно поменять и будет по-другому звучать. Это же такая экзотика совсем, да? Да, да. Это уже немножко в другую сторону. Ну, это такой даже... Музыкальный цирк. Это из области экспериментов. Мне кажется, больше в шоу даже кред такой происходит. Ну, это вот то, чем мы занимаемся. Что касается... Фестивали, конкурсы. Вот, может быть, фингерстайл, да, в России. Как с этим? Ну, есть вот... В Питере есть люди, которые этим занимаются. Какая-то федерация, может быть, фингерстайлинга. Ну, насчет федерации... Что-то такое, я не знаю. Может, клуб в интернете, группы. Думаю, что нет. А в интернете есть группы, которые интересуются этим, обмениваются своими видео, там, аранжировками на эту тему. Но, ну, вообще, я не знаю насчет фестивалей конкретного. Вот вы задумались сейчас. Хорошо, ведь, Юрий, это здорово. Я задумался, да, потому что нам бы хотелось принимать участие в каких-нибудь фестивалях. А мы бы как гордились за вас, Балерия. А чтобы принять участие, Юрий, надо его организовать. Вот. Опередить всех, да, фингерстайлцев. Вот пока вы думаете, надо еще и сыграть. Очередную композицию, что это будет. Хорошо. Сейчас идет совещание. Друзья, да, Вива Акутина. В команде. В команде сейчас. Потому что огромный репертуар, Ром, ну, как ты думал. Ну, вот тут, да, надо, чтобы под настроение. У нас еще время есть. Ой, ну, да, еще есть. Еще есть время, да. Есть, есть. 15 минут, да, вот сейчас. Так, ну, что... Что-то подлиннее, что-то полиричнее. Мы сыграем вам. У нас будет классическая страничка. Давайте, с удовольствием. Главное, чтобы мы еще авторские успели вашу работу послушать. Я думаю, что вы сейчас узнаете эти произведения. Ох, не знаю. Спасибо. Так, нужно убавить. У нас и пуль тут все. Если много, да, все на месте. Вы привыкли сами. Все. Все. Да. Так. Так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 銀 Vere Dada DimaTorzok 停 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И тех очень известных, великих музыкантов, с которыми вы сотрудничаете, я думаю, даже пальцев точно двух-трех рук не хватит, чтобы перечислить. Ногих рук, да. Я бы хотела, наверное, чтобы услышать из твоих уст, на твой взгляд, какие самые для тебя очень ценные имена громкие, сотрудничество с которыми надолго отложите в памяти. Серьезный. Серьезный? Надолго. Я предполагала, что этот ответ может занять как раз минут 15. Но сотрудничество, конечно, это такое дело-то непростое. Это не коротковременный период. Конечно. Какие-то такие вехи жизненные, так скажем. Вот мы с Игорем работали в коллективе «Валерий». Я три года был руководителем этого коллектива, набирал музыкантов. Потом я ушел, ребята еще дальше продолжали работать. Ну и работал с Ириной Александровной Аллегровой. Самые лучшие воспоминания. Они тоже года три, наверное. Ну вот какие-то есть у меня предложения от разных, и звезд, и не звезд. Кому-то что-то запишешь, кому-то маржировки делаем. Ну из области невероятного, я расскажу, вот мы с Сергеем были, ну занимались, сидели там на студии, чем занимались. Позвонил, у нас есть товарищ, он работает на Первом канале. Юра Кононов. Юра, привет, если ты нас слышишь. Юра. Юра в нашей компании регулярно по вечерам. Да, и говорит, ребята, собирайтесь скорее, приезжайте к нам, у нас сейчас в программе вечерний ургант будет Томи Эммануэль. Подарите ему пластинку, познакомитесь. Да, почему бы нет. Ну мы подорвались, приехали, да, пришли. Он говорит, вот сейчас я договорюсь, все, это гримерка. Сидите, старажите. Зашли в гримерку, да, выходит Томи Эммануэль, мы с ним поздоровались, познакомились. Я говорю, вот мы записали диск, ну он посвящен мастерам Фингерштайла, там тоже есть ваше имя, есть произведение, которое мы играем. Он взял так альбом, посмотрел на оглавление и говорит, ну, ребят, это же все мое, тут все мне близко. А мы с гитарами были. Ну-ка, 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 а вот это узнаете? И он пошел, взял гитару, и вот мы прям с ним так вот встали, и прям по списку, говорит, давайте будем играть. Ой, как замечательно. Совершенно фантастическое было чувство, да, и он поиграл с нами и сказал, что, ребята, у вас все нормально. Вы на правильном пути, да, и мы успокоились, да, на эту тему. Вот, ну, просто какие-то вот такие чудеса случаются. Очень хочется узнать, и, наверное, вот даже так сказать, что главная интрига сегодняшнего дня. Юрий и Сергей, кем же вы приходитесь друг к другу? Мы живем в одном городке. Так. Когда-то давно мама Сергея привела ко мне вот мальчика, он учился в 7 классе или в 6, и говорит, даже поменьше, и говорит... Это ваш сын. Юра, вот мой, говорит, сын Сергей, вот он хочет, видимо, играть на гитаре, что-нибудь ему покажи. А мама у него прекрасный педагог по фортепиано. Ах, вот еще даже, там династия музыкант. Да, и вот мы с Сергеем познакомились, это было давно-давно. А вы ему сразу фингер-стайл и мальчик ушел. Нет, я ему показал что-то, вот, он потом пришел ко мне через неделю и вот так что-то на одной струне и сыграл. А что ты играешь-то одним пальцем? А что, можно? А еще какими-то? Был такой? Слушайте, а как это удобно, вырастить учеников и создать коллектив. Потом он, ну, время шло, мы как-то потеряли друг друга из поля зрения, и прошло лет 12, может быть. Он отдыхал от вас, что я могу сказать. Да, и вот мы с ним встретились случайно. И добавил еще 9 пальцев. А я говорю, Сережа, ну как у тебя дела? Он говорит, ну я закончил ученщину-ордынки, академию Гнесинах по классу гитары. Готовый артист-музыкант. Я говорю, а где же ты работаешь-то? Он говорит, на строй рынке с братом мы продаем там шурупы. Как? Я говорю, нет, что-то, вот 10 лет ты загубил в жизни. Вот, он мне рассказал, что он продолжает заниматься. Молодец. Вот это вот очень правильно, да, несмотря ни на что. Здорово. Слушайте, очень интересная история. Вот такая история. Ну и вот, собственно, мы с этого и с ним опять возобновили наш творческий союз. Фантастика. И продолжаем. Молодцы. Сергей, кстати, мы чуть про него ничего не говорим. Он потрясающий бас-гитарист, звезда. Это мы слышим целый вечер и наслаждаемся просто. Он просто не играет в удовольствие получаю. В моих оркестрах. Работал в группе «Арсенал» Алексея Козлова. Смэш. Да, что еще я шел забыл. Да, в разных стилях человек играет потрясающе. Играет прекрасно. Спасибо вам. Браво просто. И знаете, что я вам секрет открою? У нас же это все там и в сонные темы, и все. Он не просто так влился в наш коллектив. Они со своим отцом сделали самолет. Своими руками. И даже на нем летали. И вот мы возвращаемся к дилитному альбому как раз. Слушайте, для жителей Монина, мне кажется, это вообще нормально делать. Самолеты нет? Нет, он не понял. Он просто в этой теме, в авиационной, ему нравится. И руки на месте растут. Ой, как здорово. Это самолет. Я ничего там тайно не выдал. Нет, ну что... Да, спасибо. С полетами стало сложно. Друзья мои, у нас осталось время только на последнюю композицию. На последнюю, да? К сожалению, да. Время прилетело очень быстро. На финальную. Давайте мы сыграем то, что я обещал сыграть. Юр, подождите, подождите, пожалуйста, секунду. Что? Зачем вы ведущих перебиваете? Я шучу. Перебивайте, конечно. Я просто очень хочу это сделать. И я скажу, что спасибо вам огромное. Спасибо каждому в коллективе Вива Акустика Проджек. Потому что вы получили колоссальное удовольствие. Я знаю, что зрители наши, слушатели, также находятся в полнейшем восторге. Потрясающая команда, мега профессионалы. И главное, очень светлая, качественная, кайфовая музыка. Вот так. У нас есть другие еще. Да, ребят, и альбом второй не тяните, записывайте, чтобы все получилось. Самая наша с вами, друзья, главная задача, это следить за афишей группы Вива Акустика Проджект. Социальные сети, официальный сайт, да. И, конечно, если мы видим, что где-то какая-то площадка, где появляется эта команда, этот коллектив, этот проект, нужно, не раздумывая, отправляться. Все, я на этом завершаю свой монолог. Спасибо вам большое. Мы сейчас сыграем еще одну. Нашу, да? Авторская. Ну, отлично. Все, можно? Поехали. Поехали. Произведение называется «Вино из Сент-Эмильон». «Вино из Сент-Эмильон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»